вот вымысел для белорозовых или действительно в японских некоторых заведений есть манекен начальника чтобы он свою зло на манекен избивает эту курить я этого не видел дело в том что среди тех японцев с которыми я общался японцы в основном на показ все очень сдержаны выдержаны и не ну не вы не выражает никаких эмоций таких особенно хорошо сталкивался ли ты с фильмом шокирующая азия 85 там не только япония он отождествляет вымысел или что то есть там доля истины в этом фильме наверно наверно доля истины есть но мне кажется что она гиперболизирована то есть там конечно но игры нам японцев не понять то есть японцы живут своей отдельной жизни и вот из-за вот этого всего совсем ничего не понятно ну я точно вот говорю выхожу ночью там в токио и надо купить как их нибудь сухариков что-то жрать вообще нечего бы нас быстро туда завезли вообще у нас например но в питере там или тогда особенно в 90 куча круглосуточных ларьков и так далее в токио с этим напряг но но есть то есть ну не на каждом шагу но все-таки там есть там где-нибудь вот там ты приходишь туда и даешь там покупаешь каких-нибудь сухариков на сколько-то там йен вот и и даешь ему 10 тысячную купюру 10 тысяч это приблизительно 100 долларов нам на тот момент было то есть принципе ну в переводе ну грубо говоря если так сейчас на наши деньги то это в общем то больше чем пяти тысячная купюра да то есть считай что была бы такая 10 тысячная купюра и ты вот даешь прикинь в ларьке купил три сухарика отдаешь ему 10 тысяч рублей одной купюрой вот нас просто пошлют и скажешь что у меня сдачи нет ты чё не видишь что ли что у нас тут вот три сухарика купил на 100 рублей даешь пять тысяч ты чё охренел вот нет ты даешь ему самую крупную купюру которая только возможно при этом купив там на какие-то там совсем копейки каких-то сухариков вот они правда в таком легком замешательстве смотрят на тебя очень так странно вот потом говорят подождите уходят там куда-то через какое-то время приходит директор этого магазина они очень церемонно там начинают разменивать эту купюру потом он сам лично выходит к себе на подносе несет сдачу там благодарить тебя за мега к покупку очень церемонно все это отдают потом еще всем составом магазина выходят и кланяются и улыбаются те вдогонку привет его машут руками счастливые ужасно в общем так так и так далее меня конечно это задвиги просто иногда пугали алексей доказал нам что действительно не знаю я вот например уверена теперь что они сто процентов биороботы но действительно под каким-то управлением но я тебя могу дополнить тоже про узбеков они примерно такие тоже в общем то у них тоже есть кто-то умнее кто-то главнее остальные в общем-то примерно такие но что могу сказать что узбеки это прекрасные продавцы и прекрасные вернее торгаши чтобы тебя лишь бы обмануть но а очень прекрасные уборщики ну и японцев тоже также они прекрасные товарищи которые стоят на этих линиях и прекрасно выполняет рутинную работу которой там есть ограниченный состав операций они никогда не будут говорить что а давай вот этого делать не будем потому что мы это делаем уже 10 тысяч раз и 10 тысяч первый раз ничего не изменит нет они вот им сказали делать они это будут тупо делать без каких-либо вопросов это вообще стандартно ты знаешь и самое интересное что они рождаются такими вот я когда была учительница в школе в узбекском классе как-то вела уроки и там девочка одна была она вот это был всего лишь второй класс и она главное подходит ко мне за 10 минут до звонка и говорит а можно начну убираться я так нет конечно ну ладно за пять минут ну пожалуйста ну ладно и вот эта маленькая девочка который там всего восемь лет она так убралась в классе я была поражена ведь это же надо родиться таким у меня же тоже дочка но я как-то никак не могла и научить убираться да еще восемь лет так что это понимаешь наверное это у них прошиты уже они они просто-напросто рождены с этим да но не все вот я скажу японец который создан управлять вот например вот у нас там был таеши кабаясьи такой они его называли сенсей кабаясьи сенсей и по-другому к нему не относились и если предположим он появлялся то люди при этом немножко сгибались в поклоне и в этом поклоне находились все время пока он был в визуальной доступности от них то есть вот потому что например при определенной градации они поклон совершали только когда он к нему обращался а пока он к нему не обращался они ходили прямо а вот когда кабаясьи приходил сгибались все все и они потом в этом полусогнанном состоянии принципе перемещались независимо от того обращался он к ним или не обращался и кабаясьи я скажу что был очень властной натурой очень решительной натурой такой реальный самурай такой со всеми вытекающими и такое было впечатление что он тоже как будто руководителем был рожден и для него это было само собой разумеется принимать решительные действия порой даже жестокие действия по отношению к определенной касте японцев вот такое еще мое наблюдение а вот здесь еще есть вопросы я до конца все-таки буду задавать раз раз они есть наш человека волнует эти вопросы значит алексей елена что вы думаете о абсолюте алексей пожалуйста мы что такое абсолют я знаю абсолют это то что в общем-то единое как как самые единые что то есть где-то очень очень далеко это как бог или как что то такое я считаю что она есть я считаю что она есть но она это как бы как наш Абсолют. Теоретически над тем Абсолютом может быть еще другой Абсолют. Сейчас я прочитаю. Абсолют. Абсолютно. Первооснова мира. Первоначально всего. Сущая, вечная, неизменная, которая понимается единым, всеобщим, безначальным. Ну, такое точно есть. Я уверен, что это есть. Да, я тоже так думаю, что это, в общем-то, есть. Так что на этот вопрос мы тоже ответили. Только это не Бог. Это что-то типа как высший создатель. Потому что Боги — это ниже. Это как раз управляющие. А вот именно создатель, он, скорее всего, у него другие функции. Он совершенно... Для нас он, как сказать, почти как отсутствует в его проявлениях. Ну да, я тоже, в общем-то, с этим согласна. Так, вот дальше здесь вопросы о, опять-таки, Андрей Тюняев еще говорил, что рептилоиды — наши мамы и папы. Хотя зачем они прячутся под голографическими оболочками? Я, честно говоря, скажу, что я вот вот эти последние передачи Андрея Тюняева слушала, в общем-то, не очень-то внимательно. И как-то не нашла я вот этого именно момента. Я слышала, что он говорил, что мы, да, мы тоже биороботы. И создали нас вроде бы, даже, может быть, даже и не нас, рептилоиды. Но он считает также, что создали еще и вторых по Библии. Там же есть первые, те, кто рождены от богов, и вторых — это уже других. Ну, не знаю, я не думаю, что это мы, что мы эти вторые. Мы, наверное, первые. Ну, все, может быть. Я в этом не эксперт, и в основном все мои сведения, которые я по этому поводу знаю, из открытых источников, которые сейчас в Ютубе. То есть до того, пока я не стал в Ютубе все это изучать, я об этом сам ничего не знал. Поэтому, в принципе, я могу лишь только свои какие-то логические выводы из этого всего озвучить. Но глобально ничего нового я сказать не могу, кроме того, что и так везде есть. Да, я хочу сказать Сергею Авдухьевичу, что я тоже еще внимательно посмотрю опять ролики Тюняева и смогу потом ответить на эти вопросы. Я тоже, в общем-то, про рептилоидов ничего такого не знаю. Да, я слышала его классификацию, что властелины и какие-то первосоздатели. Властелины — это те, кто, значит, это действительно рептилоиды, властелин, они сейчас властвуют на Земле, но создатели, это первосоздатели, это другие, наверное, такие, как мы. И, скорее всего, вот эти рептилоиды, они создали вторых, а мы выходят первые. Ну, не знаю, посмотрим. Надо еще раз послушать просто. Ну, я допускаю, что все это есть, допускаю, что есть некие управляющие нами и которые не люди. Вот, но как бы откуда мы знаем, как оно на самом деле? Вот мой жизненный опыт показывает так, что все, что все возможные допущения, когда мы основываясь не на фактологическом материале, а просто на своих допущениях, что-то строим, какие-то свои доводы, они никогда не совпадают с тем, что потом по факту происходит. Они иногда, бывает, частично совпадают, в общем, правильно все, но все равно какая-то коррекция происходит. Поэтому, если нет какого-то прям реального фактологического материала, а мы просто так думаем, что вот да, есть рептилоиды, что мне кажется, что по факту все равно все немножко не так. Вот, хотя, возможно, направление мысли правильное. Ты знаешь, я тоже, в общем-то, думаю, что что-то есть такое, в общем-то, не совсем обычное. Вот, например, и я знаю, что нам даются определенные испытания в жизни, но нам даются эти испытания для того, чтобы мы сделали правильный шаг в какую-то сторону, или изменили свою жизнь, или как-то, в общем-то, ну, сделали просто, может быть, какой-то шаг или движение в какую-то сторону. То есть нам даются только те испытания, которые мы можем выдержать, я так считаю. Лично это мое мнение. Да, я абсолютно в этом уверен, но тут очень важно еще понимать, как мы будем проходить эти испытания, куда делать этот шаг и как мы этот шаг будем делать. Это очень много зависит от того, что из этих испытаний выйдет. Да, но самое главное, что подсказок-то много, и нужно просто смотреть на пространство. Подсказок много. Сначала идут подсказки, потом идут почти что подзатыльники, потом идут пендали, потом идут буквально принуждения, потом идет буквально вилка. Или так, или ты вообще никак. То есть и это всегда видно, но большинство подсказок не видит. И только когда до пендалей доходят, они только что-то понимают, а иногда и чуть ли не до развилки, а то иногда и развилку не понимают, и буквально умирают. Да, вот я хочу привести недавно пример. Я ехала на машине, поехала я за хлебом, от меня это в ближайший магазин 6 километров. Выезжаю я назад, тороплюсь домой, и вдруг я, представляете, вдруг я собираюсь заворачивать в другую сторону. А в другую сторону это поехать к сестре, или поехать в противоположную сторону, это поехать домой. Вот. И я тороплюсь очень домой. Но я почему-то взяла, и как будто бы я включила поворотник и встала на ту полосу, куда поворачивать, чтобы поворачивать к сестре. И потом раз, куда, зачем? Я тут же перестроилась, поворот включила в другую противоположную сторону. Еду я, и буквально я отъехала буквально 10 метров, и вдруг летит передо мной мяч футбольный. А вот представляете, если бы я как раз таки сразу бы поехала бы, да, в свою сторону, этот мяч бы мне влетел бы в машину, я бы просто испугалась бы, и куда-то влетела, и получилась бы авария. То есть получилось, что меня кто-то спас. Опять-таки, правильно? Ну, возможно. Хотя надо подумать, зачем мяч летел. Он тоже, наверное, был указателем каким-то. Да, значит, просто-напросто, я думаю, что просто-напросто не нужно было спешить так домой. Вот и все. Может быть, так. О, у меня там на этот счет своя концепция, и я как бы, в принципе... Ну, чуть-чуть, пожалуйста, озвучь свою концепцию. Почему именно мяч, да, и почему? Да, на самом деле, я в это дело смотрю немножко более шире. Дело в том, что, в принципе, мне кажется, никто спасать и не хотел, грубо говоря. Просто таким образом была указана ситуация с наиболее смягчающим воздействием. Что указывал этот мяч, непонятно. Но, по крайней мере, через вот эту остановку было максимально снижено воздействие этого мяча. Но мяч на что-то указывал. Ну, не знаю, что он там мог указывать. Какое-то событие в моей жизни не очень хорошее, да? Ну, что-то, наверное, да. Ну, как правило, указывают на некие поступки, которые куда-то идут, но не туда идут. Их надо как-то корректировать. Вот что-то... Память немножко. Те, кто играет или играл в жанр ММО, не обязательно ММО, RPG, просто есть такой жанр в компьютерных играх, ролевая игра. Там идет такое понятие квест. И когда вы общаетесь с NPC, то у вас выделяется, выдается несколько вариантов. Два, три, иногда десять. Вот. Поэтому этот мяч, это неплохо, нехорошо. Это один из разворотов событий по этому квесту. То есть, вот как, Алексей, я вот так вижу это? Возможно, возможно, разворот. Потому что, в принципе, вот я вообще все время, когда если начать наблюдать, можно больше-то всегда регистрировать какие-то моменты в жизни. Они едва ли не ежедневно случаются. Такие не очень значимые и чуть пореже случаются более значимые. Когда происходит некая вилка между выбором. Выбор, причем иногда он бывает в сторону прогресса или в сторону уступок. А бывает вилка как бы нейтральная. Она вилка просто, ну как сказать, предложение как бы сменить, сменить некий ход событий. И ты осознанно можешь что-то выбирать. Вот я все эти вещи приблизительно так воспринимаю. Ну да, там произошли кое-какие события. Я сейчас вспоминаю. В общем-то, там произошло, что я встрела в какой-то стрим и, в общем-то, высказал свое мнение про богоизбранных людей. А именно оказалось, что на этом стриме были как раз все богоизбранные люди. В общем-то, наверное, вот это какая-то обида пошла. Может быть, от них. Может быть, так. Не знаю. Это, на самом деле, мне кажется, надо не анализом решать, а некими интуитивными пониманиями процесса. Оно иногда бывает проще. Такой иногда есть как бы легкий необъяснимый внутренний осадок от чего-то. И вот если вот он есть, то вот лучше ему следовать, чем каким-то трезвым рассуждением. Потому что наш разум, он ведет к неким предвзятостям. А вот этот вот внутренний осадок или внутренне интуитивное такое ощущение, оно иногда более правильное. Надо вот лучше к этому обратиться. Нет ли какого-то внутреннего интуитивного ощущения по поводу чего-то. И лучше вот к этому идти. Да, ну с этим я совершенно согласна. Например, я обычно ничего не могу планировать. Например, распланировала я в пятницу поехать на автобане там 200 километров. И вдруг смотрю, просыпаюсь утром, дождь. А я знаю, что такое автобаны. Ехать со скоростью 130-140 километров в час придется. И это будет просто, даже если не будет дождя, но это будет просто белая стена. И ничего не буду видеть. Потому что от других машин будут брызги. И, естественно, я просто-напросто никуда не поехала. И я считаю, что я сделала правильно, что не поехала. В общем, так нужно смотреть всегда по пространству, на какие-то подсказки. Нам обычно подсказывают, что да как будет. Наверное. Ну, я говорю, ну, кроме всего, есть просто развилки, которые можно, в общем-то, или так, или сяк. Да, вот еще здесь тут вопрос. Зачем, если рептилоди наши волхвы скрывают и врут нам? Зачем так? Ну, мы уже забрали уже этот вопрос. Ну, я вообще думаю, что... Ну, я к вопросу говорил, что они не скрывают и не врут, они просто управляют. А мы их управление со своих нижних ступенек именно так воспринимаем. Хотя уверен, что они не врут. Они просто так управляют. Алексей, еще. Как ты думаешь, а у нас есть волхвы нашего народа? Я думаю, что есть. Некоторые из них скрыты. Ну, то есть настоящие волхвы, настоящие просветленные личности не зарабатывают на этом денег и не являются личностями публичными. И они точно есть, потому что я встречал таких. Но они не социального назначения люди. Не знаю, в чем их предназначение, но они есть. Так, вот еще здесь такой вопрос опять идет на физику. Так, главный вопрос. Как такое возможно? Если солнце ближе, то должно быть и жарче. А получается, что холоднее. Это, наверное, к тому, что чем выше поднимаешься, тем должно быть, в общем-то, теплее. Я так это поняла. Да, я думаю, что этот вопрос с физической точки зрения довольно объясним. Так как дело в том, что само солнце излучением своим, на какой бы, ну, даже если оно расстояние, там, 6 тысяч километров находится. Тем более, что атмосфера, насколько я понял, по объективным измерениям, кончается на высоте 30 километров. То есть получается, между 30 километрами и 6 тысячами километров еще там, ну, почти те же самые 6 тысяч километров почти пустоты. Есть такое понимание излучения. Само излучение, проходя через, там, какое-то пространство, не нагревает. То есть мы свет и инфракрасное какое-то излучение уже чувствуем уже от нагретых тел. То есть само тепло атмосферы, а атмосфера нагревается не от лучей Солнца, а от Земли, которая нагревается лучами Солнца. То есть излучение Солнца нагревает Землю, а Земля нагревает атмосферу. Потому что атмосфера прозрачна для солнечного излучения. Соответственно, на какой-то высоте влияние Земли, нагретой, уже пропадает. Но я думаю, что вот как в горах, если кто был, предположим, там температура объективная по термометру может быть даже минус, но на Солнце люди даже в плавках катаются. То есть опять же тот же самый вариант получается, что холодно от снега, и сама температура от снега идет отрицательная. Но Солнце само светит ярко и греет. Поэтому я даже думаю, что на высоте той же 10 километров, где официально в самолете объявляют, что там минус 50, я думаю, что если поместить на то же крыло самолета какую-нибудь черную поверхность, она на Солнце нагреется сильно. И на высоте там холодно только потому, что нет нагретой Земли поблизости. А уже потом, когда температура начинает возрастать совсем катастрофически, уже по другим наблюдениям, до 1000 градусов и выше, то там уже, наверное, сказывается то, что Солнце уже действительно близко. По поводу близости, опять же, Солнца могу так сказать, свои наблюдения. У меня также в связи с частыми перемещениями, еще даже когда я не знал о какой-то теории Земли и других альтернативных устройств, также возникали часто вопросы. Вот я, предположим, утром просыпаюсь и из Адлера улетаю в Петербург. Происходит это, предположим, в сентябре. Вот. В сентябре в Сочи еще жарко. И, соответственно, ты просыпаешься и, предположим, видишь солнце на высоте, ну, в 10 или в 11 утра, ну, на высоте там, условно, я сейчас там точно градусы не скажу, ну, например, 45 градусов на высоте. И ты уже чувствуешь, что она греет конкретно. И что уже в 10-11 утра в Сочи в сентябре может быть даже уже тепло. То есть уже может быть температура под 30 градусов. Ты прилетаешь в Петербург. И видишь, что, конечно, в 10-11 утра в сентябре в Петербурге солнце не на такой высоте, но все-таки она почти на такую же высоту уже приходит чуть позже, на час, на два. И она поднимается на ту же высоту, что она была в Сочи, когда грелась. Но в Петербурге в сентябре прохладно может быть даже. И солнце там так не греет. То есть даже на той же высоте, что она в Сочи, она не греет в Петербурге. Как раз вот этот вопрос у меня возникал, что если нам объясняют, что на нагреваемость влияет угол солнца, что, мол, типа атмосфера, ля-ля-ля-ля. Но все равно на такой же высоте солнце не греет. А вот если считать, что солнце на высоте 5000, ну, 6000 километров, то тогда получается, что как раз она, следуя по концентрическим кругам, то в тот момент над Сочи в сентябре, она просто реально ближе. И поэтому она греет лучше. А от Петербурга она дальше. Между Петербургом и Сочи 2500 километров. И это для расстояния 6000 километров, конечно, значимая величина. Составляет треть от общего расстояния до солнца. И тогда объясняется, почему в сентябре в Петербурге холодно, а в Сочи еще жарко. Ну вот. И на высоте, еще раз повторю, что, скорее всего, на 10-километровой высоте холодно, потому что Земля уже далеко, а Солнце все еще тоже далеко. А с какой-то высоты Солнце становится уже реально ближе, и там уже нагревание есть. По крайней мере, гидрометеорологические наблюдения, шары и так далее об этом свидетельствуют. Ну да, я когда занималась альпинизмом, я знаю, что каждые тысячи метров минус 5 градусов. Когда ты поднимаешься на тысячу метров, значит, будет минус 5 градусов. Допустим, если внизу было плюс 20, то тысячу метров поднимаешься, будет уже плюс 15, ну и так далее. Так что, в общем-то, конечно, это все зависит от температуры, какая будет первоначальная на Земле, такая будет на высоте. Ну да, но я думаю, что это от того, что нагревается Земля, а уже Земля нагревает воздух. Сам воздух не может нагреваться прямым солнечным излучением. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник 50% в кавычках прогибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Саник» также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Бёрн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Саник» 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 Саник»